Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем очередное, или начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас с вами на календаре 16 января, День памяти киборгов, защитников Донецкого аэропорта. Помним героический подвиг, 242 дня, вы киборги выстояли, не выстоял бетон. Хотя еще одна страница нашей военной истории, которую надо досконально изучить и открыть не только для граждан Украины, но и для всего мира, рассказав об этом подвиге наших защитников. Киевское время сейчас 17 часов. Ну и мы начинаем. Начать хочу с не совсем хорошей новости. Это Днепр. Более 40 часов продолжается разбор завалов. Количество жертв погибших уже перевалило за 35 человек. Количество раненых тоже увеличивается. Разбор продолжается. Я так понимаю, дошли где-то уже до уровня нижних этажей. Все очень сложно. Я читал комментарии, в том числе там комментарии по поводу того, что это якобы взрыв бытового газа. Не верьтесь и не ведитесь на такие провокации. Дело в том, что эти дома, взрыв внутренний, ракета пробила здание и взорвалась в середине. Панельный дом, в отличие от кирпичного, панели очень хорошо гасят взрывную волну и все разрушение происходит в середине. Дом обрушается практически сам в себя. Эти же панели за счет своей прочности создают пустоты между ними, что дает шанс людям на выживание. Что мы и наблюдаем во время разборов этих завалов. Насчет запаха газа объясню. Это все очень просто. Эти дома все газифицированы изначально по технологии постройки. И естественно после такого взрыва утечка газа идет полным ходом со всего стояка. Пока его не перекроют коммунальщики или спасатели. И да, еще там, вот автору этого комментария хочу сказать, что там не только газом пахнет. Там еще пахнет фекалиями на руинах. Потому что стояки тоже разрушаются. Поэтому не верьте. И самое главное, что есть видеодоказательства, как ракета входит в этот дом. Какой бы скоростной ракета ни была, но на замедленной съемке, помните как в Кременчуге, потом нам сейчас специалисты по видео разложат по кадрову и мы увидим эту ракету. Поэтому никаких сомнений нет, что это была российская ракета типа Х-22, которая попала в жилой дом и разрушила его. Вот такую вот ремарку, с такой ремарки хотелось бы начать видео, потому что я считаю, что спекуляция на гибели стольких людей, она просто недопустима. Итак, оперативная обстановка. Оперативная обстановка очень тяжелая. За прошедшие сутки пока что ситуация продолжает оставаться крайне тяжелой. И сложилась она следующим образом. Прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара. Произвел более 55 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Также угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается. Сегодня, чуть позже, я вам расскажу о возросшей угрозе, начиная с сегодняшнего дня. За прошедшие сутки противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменская, Краснополевка, Спорная, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка в Донецкой области. То есть, вот эти два участка, Бахмутское и Авдеевское направления, там идут очень ожесточенные бои, противник атакует, постоянно атакует, круглосуточно атакует. И мы пытаемся удержать наши позиции, оборонительные позиции. На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений, формирование ударных или наступательных группировок противника и белорусских войск мы не наблюдаем на сегодняшний день. Но со стороны Российской Федерации продолжает пребывать эшелоны с техникой и личным составом для последующего обучения этих мобилизованных на учебно-материальной базе Республики Беларусь. Также, с учетом того, что часть ракет прилетела все-таки с территории Белоруссии, к сожалению, наши официальные источники молчат об этом, об этом сообщает Институт изучения войны американский, то я бы напомнил, что Белоруссия несет равную ответственность Российской Федерации за участие в этой войне на стороне Российской Федерации. Северское и Слобожанское направления. Наступательных группировок противника не обнаружено формирование. В то же время минометные артиллерийские обстрелы произошли в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Купенское и Лиманское направления. Здесь обстрелы, идут позиционные бои, фронт не изменился за прошедшие сутки. Вдоль всей линии фронта на Купенском и Лиманском направлениях было обстреляно порядка 23 населенных пунктов в глубине обороны наших войск. На Бахмутском направлении враг атакует Благодатную Красную Гору и из-за потери Подгородного существенно ухудшилась оперативная обстановка на севере Бахмута. Враг прорвался на дачи, в народе их называют совхозная, и через лес в частный сектор по улице Силикатная. То есть северные окраины Бахмута идут ожесточенные бои, противник имеет частичный успех. Также враг подтягивает армейские резервы и боевиков для развития наступления на Веселое, Раздоловку и Краснополевку. Атаки не прекращаются и за счет численности войск противник вводит в бой, постоянно вводит в бой свежие силы. То есть каждая следующая волна состоит из вновь прибывших военных, которых выдергивают из резерва. В Бахмуте, как уже отмечалось ранее, враг использует тактику ночной активности, поэтому мы опять сталкиваемся. Одиннадцатый месяц войны у нас критическая необходимость в тепловизорах для наших бойцов. И, к сожалению, недостаточное количество средств связи на тактическом уровне, на уровне взвода роты. Особенно взвода, когда у бойцов количество радиостанций недостаточное. Носить сегодня или осуществлять коммуникацию в пешем порядке с помощью вестовых, то есть посыльных, на сегодняшний день, ну вы понимаете, что это равно самоубийство. Между опорниками или между позициями сегодня не пробежишь, даже не проползешь. Потому что и работает артиллерия, работают снайперы и идут постоянные атаки наших позиций. Вот с такой вот проблемой, проблемой тепловизоров и радиостанций для личного состава столкнулись опять наши бойцы при обороне Бахмута. Далее, по Солидару. К сожалению, противник имеет успех в районе 7-го рудника и продвинулся за территорию железной дороги. Ждем официальное подтверждение этих данных. Это из неофициальных источников. Вот такая вот информация. Ждем от нашего генштаба, чтобы они подтвердили, где на данный момент проходит линия боевого соприкосновения. На Авдеевском направлении. Тут мороз сыграл свою роль, причем, к сожалению, не в нашу пользу. Замерзшие водоемы дали возможность врагу зайти по льду в северную часть Водянова. Враг в очередной раз атакует Первомайское и Невельское. Здесь позиции очень твердо стоят. Надо это отметить, отдать должное нашим военнослужащим. И в очередной раз, потеряв технику и пехоту, он успеха не имеет, откатился на исходные рубежи. Также враг пробует нащупать слабые места южнее Марьинки. Подтянуты резервы для штурма восточных окраин Авдеевки. И как результат, российские войска концентрируются на штурмовых действиях, направленных на взятие Красногоровки. Это та, которая возле Авдеевки. Вот такая вот ситуация от Марьинки до Солидара сложилась на Донецком направлении. И она очень тяжелая. Враг имеет, к сожалению, за прошедшие сутки частичный успех на отдельных участках этого направления. Но мы продолжаем ввести оборону и продолжаем наносить максимальные потери пытающемуся наступать противнику. На Новопавловском направлении, на Запорожском направлении существенных изменений нет. Здесь идут позиционные бои, обмен огневыми и артиллерийскими ударами и позиционные перестрелки. Херсонское направление. Продолжаются обстрелы населенных пунктов правого берега реки Днепр. В течение суток было обстреляно порядка 17 населенных пунктов. И, к счастью, на сегодняшний день без жертв, но все равно есть пострадавшие в ходе этих обстрелов. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы противника. Вот такая военная ситуация сложилась на оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Как видите, ситуация тяжелая и на пока мы не можем поднять головы. Мы вынуждены активно вести оборонительную операцию, сдерживая натиск наступающих российских войск. Теперь коснемся нескольких военных и военно-политических вопросов, которые происходят как в Украине, так и вокруг нас. Одна из таких ярких новостей на сегодняшний день – противостояние Турции и НАТО. Турция, вы знаете, отменила визит, который был назначен на 17 января представителя Швеции для решения вопроса во вступлении. И на сегодняшний день в Турции сделано заявление, что Турция не может ратифицировать членство Швеции в НАТО, несмотря на ряд предпринятых шагов со стороны Швеции. Но, тем не менее, Турция пытается выторговать. Всегда ищите преференции, кому выгодно. Турция пытается выторговать у Соединенных Штатов Америки 40 самолетов F-16 на сумму в 20 миллиардов долларов. Вот такой запрос Турция сделала еще в 2021 году, пытаясь возобновить отношения в военном плане с Соединенными Штатами, которые, ну не то что похолодели, я бы сказал, что они испортились очень сильно после покупки Турции московской российской системы С-400 в 2017 году. Ну, тем не менее, по данным Wall Street Journal, администрация Байдена может дрогнуть. И, скорее всего, в ближайшее время Байден обратится в Конгресс для согласования соглашения, чтобы продать Турции эти самолеты и тем самым от Турции получить ратификацию на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Ну, и надо напомнить, что две страны, Турция и Венгрия, до сих пор не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в эту организацию. И именно из-за ратификации этих двух стран НАТО не может объявить о принятии новых членов, а Швеция и Финляндия, соответственно, не могут сказать, что они стали членами НАТО. Далее возвращаемся опять же к нашим, на территорию Украины. И расследователи организации МАЛЬФАР ведут тщательное расследование. Я говорил, что мы не оставим это безнаказанным, такие преступления, как совершенные в городе Днепр. И вот расследователи, которые используют алгоритмы поиска информации по открытым источникам в открытых средствах массовой информации и социальных сетях, на сегодняшний день, ну это для тех, кто нас особенно слушает в Российской Федерации, или имеет там Курская область, Шайковка, аэродром, бомбардировочный полк. Установлено 44 личности, которые причастны к ракетной атаке по многоэтажному дому в городе Днепре. Целью было установить командиров экипажей стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, совершавших пуски ракет, и летчиков в момент пуска, сидевших за штурвалами. В перечне также есть и причастные к ракетным обстрелам, в том числе заправлявшие самолеты, то есть технический персонал, и ракеты перед пуском, и лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу. Так что, я так понимаю, что список 44 человека бомбардировочного полка в Шайковке, Курская область, будет дальше пополняться, причем не только военнослужащими этого полка, но и теми, кто обеспечивает жизнедеятельность полка, особенно боевые вылеты самолетов. Так что, я думаю, что в ближайшее время будет установлено максимальное количество людей. Это значит, что все персональные данные, фотографии, адреса проживания, состав семьи, все, что можно будет установить, все будет установлено и передано в состав уголовного иска для осуждения как военных преступников за совершение военных преступлений. Что касается теперь угрозы нанесения ракетных ударов, вот то, что я вам вначале говорил, так вот, вчера в Беларусь прилетели 8 истребителей Воздушно-космических сил Российской Федерации и 4 грузовых борта. Об этом нам сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». В промежутке вчера днем из Курска в Барановичи прилетели, они в Барановичах приземлились, 4 единицы Су-34 и 4 единицы Су-30 самолетов, 4 военно-транспортных самолета Ан, 3 из них следовали из Российской Федерации, а один с 11 января находился в Мочулищах, то есть на другом аэродроме в Белоруссии и сегодня перелетел в Барановичи. То есть российская группировка войск сосредоточилась на аэродроме в Барановичи, вот летно-тактической для... И я напомню, что с сегодняшнего дня, с 16 января в Белоруссии начинаются летно-тактические учения совместных белорусских и российских воздушных сил и они продлятся 2 недели до 1 февраля. Так что вот здесь реально есть угроза. Причем Су-34 это фронтовой бомбардировщик, я напомню, а Су-30 это многоцелевой самолет, который может нести ракеты класса воздух-земля. Поэтому вполне возможно. Ну и 4 Анна, это скорее всего Русланы. Здесь, к сожалению, не уточняется, но обычно Ан-124 Руслан, транспортники российские, кстати, это основной у них транспортник. И не удивляйтесь, что это наш Руслан. Дело в том, что у России есть лицензия на их производство на Воронежском авиастроительном заводе. И Россия их клепала для собственных нужд столько, сколько могла. Пока мы не перестали, причем недавно, буквально несколько лет назад, не прекратили поставлять комплектующие и запчасти для этих самолетов, в частности двигатели. Поэтому у них их довольно много. Следующее, опять же, касается вооружений Российской Федерации. Вчера Иран, точнее сегодня, Иран заявил о том, что, официально уже объявлено о том, что Иран покупает российские многоцелевые истребители Су-35. Это последняя модификация на наиболее современный. Ну, я не беру Су-57, потому что он очень в ограниченном количестве. Хоть он и считается серийным самолетом, он выпускается в очень ограниченном количестве. И, в принципе, кроме как фюзеляжем, больше ничем от Су-35 он не отличается. Все остальное это одно и то же. Так вот, Иран объявил о покупке Су-35. И для нас это очень тревожный звоночек. Раз Иран объявляет о покупке, значит, первые пилоты прошли подготовку. Кстати, этот тревожный звоночек для Израиля. Я бы на месте Израиля очень сильно задумался, что у них появится... Если до этого момента у Ирана был, можно сказать, парк боевых самолетов, во-первых, разношерстный, разных модификаций, разных годов, и в основном старый, то теперь они получают современные российские Су-35. Ну, насколько они могут быть современными. По меркам западным я бы не ставил их так высоко, но тем не менее. Вред они наносить могут. Вот. И Иран может располагать теперь довольно современными самолетами в своих ВВС Ирана. Где они могут быть применены, ну, мы можем только догадываться. Но второй звоночек для нас плохой, это то, что раз сделка все-таки будет оформлена, значит, есть большая вероятность того, что Иран все-таки продаст Российской Федерации баллистические ракеты и поставит очередную партию дронов. Ну, ракеты вот здесь, как бы, я думаю, важнее. Ну, бартерного мена, конечно, не будет, хотя я думаю, что обе сделки одна завязана на другую. Россия наверняка продает сушки именно в обмен на продажу ракет. Вот такая вот... Вот поэтому угроза применения ракет, в том числе и баллистических, она резко возрастает. Далее, появилось... появилось видео, первое видео, которое говорит о том, что наши военные приступили к обучению на американских боевых машинах Брэдли. Это говорит, первое, о том, что Брэдли уже в Украине, и второе, то, что мы их уже осваиваем. Я думаю, что здесь освоение пройдет намного быстрее. Во-первых, не надо никуда ездить, ничего перевозить. Мы на своей территории проводим освоение этих машин. И, соответственно, они будут быстро передислоцированы в зону боевых действий, где и будут поддерживать и обеспечивать боевые действия нашей пехоты. На оккупированных территориях оккупанты устраивают настоящий геноцид и террор гражданскому населению. И это выражается в следующем. Российская Федерация... Путин решил поиграть в Сталина. Но он Сталина, кстати, очень часто вспоминает, и, видимо, очень хочет быть на него похожим. И Сталина одно из прозвищ было... Его называли «Отец народов». Хотя потом в блатной песне написали «Оказался наш отец не отцом, а с сукой». Когда он умер вдогонку. Так вот, Путин решил поиграться в переселение, в великое переселение народов, как это делал в свое время Сталин. Масштабы, конечно, не такие, но тем не менее. Окупанты усиливают темпы депортации украинцев с временно захваченных территорий. Для этого там намеренно создаются невыносимые условия для жизни. Это сообщает нам Центр национального сопротивления. Из Запорожской и Херсонской области людей вывозят в Воронежскую, Свердловскую, Курскую, Ростовскую и Краснодарский край областя, и Краснодарский край России. Там они содержатся в антисанитарных условиях, в заброшенных санаториях и общежитиях. Для того, чтобы заставить украинцев покидать родной дом, оккупанты в захваченных населенных пунктах прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы этих пунктов, обвиняя при этом вооруженные силы Украины, чтобы сделать жизнь местных жителей невыносимой. Вот такой вот террор. Это фактически террор гражданского населения устраивает. Депортация нужна, я объясню зачем. Депортация нужна, чтобы потом туда переселить россиян. Потом из России вот всю эту нищету, всю эту бедноту будут собирать и будут заселять эти земли, чтобы ассимилировать их там и сказать, что это же один народ, это же Россия. Точно так же Сталин делал в 20-30-х годах, когда была индустриализация, в том числе и Донбасса. На Донбасс очень много было переселенцев из России в то время. Вот то же самое пытается повторить сегодня Путин. Следующая новость пришла к нам из-за океана. Это о том, что около ста военнослужащих вооруженных сил Украины прибыли в штат Оклахома, Соединенные Штаты Америки, чтобы начать обучение на системах ПВО Патриот. Так что наши военные уже на этой неделе приступят к изучению этих систем. Но, как оказалось, не все так быстро делается, как хочется. Обучение будет длиться несколько месяцев, в то время как стандартная программа рассчитана на срок от 6 месяцев до года. Но американцы сократили программу и все равно несколько месяцев, я так предполагаю, это минимум 2, им придется там учиться и только после этого они вместе с комплексом будут возвращены в Украину. Ну и по поводу ракет, опять же возвращаясь, ну это наша больная тема, мы об этом все время говорим и об этом надо говорить. Теперь по поводу обстрела Киева ракетами комплекса С-400. То, что говорил наш главнокомандующий, он подтвердил это, Валерий Залужный, что ракеты были действительно С-400. И действительно, как я вам вчера и говорил, только модификация более новая. Это действительно новые ракеты к новому комплексу. Марка их 48АМ-6ДМ. Вот такая вот ракета. 14 января, ну об этом пишет издание Дефенс Экспресс. Они получили фотографии и описание обломков этих ракет. И сейчас уже наши эксперты идентифицировали их вот марку. Вот. И это точно ракеты от комплекса С-400. Что и это именно означает, именно то, что я тоже вам вчера говорил, что теперь все приграничные, более-менее крупные города могут быть подвержены ракетному удару с территории Белоруссии комплексами С-400. А мы знаем, что Россия заводила, осенью заводила на территорию Белоруссии несколько дивизионов именно комплекса С-400. Единственное, что вселяет оптимизм, то, что комплекс очень новый и количество ракет к этому комплексу, я думаю, на сегодняшний день ограничено. Но, тем не менее, дальность пуска этой ракеты в режиме, я так понимаю, земля-земля, то есть, как вот ракеты по наземным целям, может составлять до 230 километров. Вот 230 километров от границы, это то, куда достает комплекс С-400. То, что я и говорил, что начиная от Луцка теперь и до Чернигово, включая Киев, есть вероятность того, что Россия будет применять эти ракеты. Бороться с ними довольно проблематично. Мы уже это с вами разбирали. Кстати, там писали вы в комментариях по поводу ракеты С-300, она в два раза меньше. Она максимум до 100 километров может доставать по наземным целям в классе земля-земля. Ну и на посошок новость из Германии, это о том, что вчера мы говорили, что Ламбрехт, это министр обороны Соединенных Штатов, о, извините, министр обороны Федеративной Республики Германии, она подала, собиралась в понедельник, сегодня объявить официально о своей отставке. Она, кстати, была большой противницей передачи вооружений Украине, но она при этом и не проявила какого-либо рвения в плане разработки или предложений по повышению боеготовности Бундесфера, его перевооружению и его развертыванию, а также увеличению военных расходов. Сегодня она действительно объявила о своей отставке и Олаф Шольц сразу же принял эту отставку. В ближайшее время, как сообщает канцелярия канцлера Германии, вот такая вот автология получается, предоставит своевременно, в установленный регламентом сроки, канцлер предложит новую кандидатуру на пост министра обороны Германии. Вот такие военные и военно-политические новости на сегодняшний день происходят в Украине и вокруг нашей страны. На этом первую часть нашего видео мы закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время на то, чтобы подписаться на мой канал. Это касается тех, кто еще не подписан. Те, кому нравится это видео, поставьте лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответы на те вопросы, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодня, в сегодняшнем видео будет звучать следующим образом. Здравствуйте! В одном из выпусков вы предлагали разбрасывать с беспилотников листовки над российскими городами. А как по мне, нужно с беспилотников разбрасывать не листовки, а презервативы, чтобы такие больше не размножались. Ну, я даже больше, наверное, скажу, я полностью вас поддерживаю. Это была идея, когда начались разговоры о том, что наши беспилотники могут долететь до Москвы. Ну, раз до Энгельса, ну, не знаю, извините, не наши беспилотники, а те беспилотники, которые долетели до Энгельса, получается, что они могут долететь и до Москвы. Поэтому, как вариант, предлагалось на Новый год, была идея, высказана, кстати, одним из зрителей, была идея сбросить на Новый год листовки на Красной площади с призывами, с поздравлением с Новым годом. Типа, добрый вечер, мы из Украины, с Новым роком вас. Вот. Ну, кстати, Красная площадь была, в новогоднюю ночь, была оцеплена спецназом ФСБ и закрыта для посещения. Никаких праздниц никто не проводил. А Путин сбежал из Москвы в свой бункер, куда-то на Алтай, и там, где-то там, в одной из резиденций своих, на Валдай, по-моему, даже, в одной из резиденций своих встречал Новый год в очень узком кругу. Так что, да, не листовки надо сбрасывать, а что-то покрепче, что-то посильнее. Добрый день. Передаем вам привет из Канады. Очень интересует вопрос с зимней канадской формой. 500 тысяч комплектов, анонсированных в ноябре. Дошла ли она до Украины, или все так и осталось лишь с заявлением о намерениях? Не можем найти никакого подтверждения в интернете. Может быть, вам что-то известно? Нет, к сожалению, неизвестно. У нас, к сожалению, Министерство обороны как-то поставило так себя, но это, в принципе, не столько министерство, насколько эти не оглашаются. Не отчитывается, точнее, ни министр обороны, ничего. То, что западные партнеры нам поставляют, и то, что они оглашают, то у нас и говорит. Ну, действительно, вопрос обморожения личного состава, особенно в Солидарии и Бахмуте, сегодня на переднем крае, очень-очень сильно стоит. И вопрос, а где же действительно канадская зимняя форма? Тем более, я слышал о 300 тысяч комплектов, но если вы пишете 500 тысяч комплектов, ну, давайте сделаем так, напишите в комментариях, кто получил эту форму, до кого она дошла, и видели ли вообще эту форму в составе вооруженных сил Украины. Вы уже неоднократно говорили, что у России нет идеологии в этой войне. Я не согласен. Вы посмотрите, с какой злостью и остервенением россияне штурмуют Солидар, Бахмут, как отчаянно они обороняют Сватова и Криминую. Без соответственной идеологии и идеи люди не будут так отчаянно биться, не будут готовы жертвовать собой. Кроме того, россияне послушно идут в военкомат по повесткам и готовы воевать. Да, были там несколько поджогов военкоматов, да, были те, кто сбежал от мобилизации, но основная часть мужского населения готова воевать. Машина пропаганды многие годы упорно работала и сейчас работает над идеологией этой войны. Вы послушайте перехваты разговоров российских солдат с родными из России. Во многих таких разговорах говорится, что украинскую нацию надо уничтожить. Это по-вашему не результат идеологической обработки? Да, это один из результатов идеологической обработки. И я соглашусь с вами, что сейчас пропагандистская машина России пытается всеми силами пытается создать вот этот идеологический фундамент, но что мы инструмент в руках НАТО, что НАТО надо разгромить, что завтра Америка, кстати, 89% граждан Российской Федерации верит в то, что завтра американцы придут и захватят Россию. Отберут у них этот туалет на улице и все остальное богатство страны. Хотя мы знаем какой уровень жизни в Российской Федерации. Но они вот за это. Да, машина пытается их в этом убедить. Возможно, у них может это получиться. На какой период времени очень трудно сказать, насколько хватит этой пропагандистской машины. С одной стороны. С другой стороны, идет сарафанное радио о том, что здесь никаких нацистов нету. И идет сарафанное радио о потерях, реальных потерях Российской армии в Украине. Это вот борьба, ну, будем так говорить, как по-ленински борьба двух противоположностей. И кто кого победит, насколько будет, насколько продлится, допустим, пребывание в прострации в плане того, что здесь нацисты, здесь надо воевать со штатами, с наемниками и с НАТО. Очень трудно на сегодняшний день сказать. Я думаю, все равно победит, победит, как не было бы парадоксально победить здравый смысл, в плане того, что эти, почему они идут в бой на самопожертвование, я не думаю, это не самопожертвование, это страх. Это страх, который гонит, когда сзади стоит Росгвардия и говорят, что если ты не побежишь в атаку, мы тебя просто пристрелим, как собаку пристрелим, и никто не узнает, где могилка твоя. А вот если ты пойдешь в атаку, ты можешь медаль даже заработать, героем станешь. Они, кстати, дегуманизируют человеческую жизнь на сегодняшний день. Вы же посмотрите, к чему призывает их церковь, что что умирать от водки, езжайте на войну, умирайте там. Это будет во благо. Или тот же там пропагандист российский говорит, что так какая разница, все равно мы все умрем, поэтому езжайте, умирайте там. они не ту идеологию устроят на сегодняшний день. У них Америка и там все смешивается в кучу. И когда люди попадают на фронт, они начинают задавать вопросы. Если бы такие вопросы никто не задавал и все было бы хорошо, тогда бы не было дезертирства, не было бы заград отрядов, которые гонят этих мобилизованных волна за волной в атаку. Поэтому борьба единства и противоположностей. Так, по-моему, называлась статья Ленина когда-то в свое время. Здесь происходит то же самое. И я думаю, что все-таки логика победит. Такой вопрос. Есть танки с обитаемой и необитаемой башней. Насколько производство необитаемой башни сложнее, надежнее ли она, чем обитаемая, насколько сложен ее ремонт. Также интересует момент скорости поворота башни и связь этого показателя с надежностью поворотного механизма. Ну и на посошок такой нестандартный вопрос. Есть ли танки с туалетами, чтобы не выходить на улицу? Ну, нет, я не слышал. Во всяком случае, не могу вам привести пример, чтобы где-то был в бронемашине или в танке был туалет, чтобы экипаж не мог, не выходя на улицу, там оправлять естественные надобности. Поэтому скажу, что нет, не знаю. Скорее всего, таких танков нет. Там и так снаряд лишний засунуть негде в танке, а вы говорите, что там биотуалет, это же биотуалет надо ставить замкнутого цикла, который не имеет выброса наружу. Почему? Потому что боевое отделение танка, оно должно быть герметичное. В случае применения противником или в случае применения танка в условиях применения оружия массового поражения, то внутренняя часть танка должна быть герметична. Экипаж должен находиться в герметично закрытом отсеке, в котором еще создается избыточное давление, дабы туда не поступал воздух снаружи. А воздух поступающий фильтруется. Поэтому вряд ли. Что касается обитаемой и необитаемой башни. Необитаемая башня это сегодняшнее будем так говорить, вчерашнее и сегодняшнее танкостроение. Это когда 3-4 человека экипаж. Она самая простая. Особенно в тех вариантах танков, где 4 человека экипаж. Вот кстати западные образцы танков отдают предпочтение обитаемой башне. У них даже есть четвертый член экипажа танка. Это заряжающий, который вручную из боекладки достает снаряды и заряжает их в ствол танка. Частично некоторые западные образцы и вот в частности российские образцы имеют полуавтомат заряжания или автомат заряжания. Когда снаряд из боекладки достается автоматически и досылается в ствол. Что повышает скорострельность самого танка. Но это полпути к необитаемой башне. Что касается необитаемой башни это значит что как правило в передней части танка вместе с механиком водителем делается боевое отделение где находится командир наводчик и механик водитель. А башня превращается в робота. Это автоматически робот который самостоятельно выполняет все функции. по надежности тут вопрос очень спорный. Башня робот необитаемая она намного сложнее намного дороже потому что все делается в автомате то есть на все нужны приводы электрические и соответственно это усложняет саму конструкцию. Необитаемая башня усложняет конструкцию танка. Естественно повреждение любое повреждение может вывести из строя башню и допустим перебитый кабель или жгут кабелей полностью выводит танк из строя. Поэтому с одной стороны башня работающая вот как в артиллерии допустим та же гаубица арчер которая работает в которой башня необитаемая которая работает в автоматическом режиме ну она очень хорошо себя показывает но во всяком случае на испытаниях показывала сейчас нам передадут мы посмотрим как она покажет себя в бою так что тот минус на мой взгляд в сложной технологии производства естественно дороговизна она будет стоить намного дороже чем обитаемая башня ну и уязвимость в плане того что если какой-то один механизм допустим механизм досылания выходит из строя все танк а когда экипаж в середине если механизм досылания вышел из строя то экипаж может вести огонь в ручном режиме правда в этом случае командир выполняет и роль наводчика а у него совмещенный у них совмещенный для этого прицел а наводчик тогда становится заряжающим в самом танке так что тут есть разные тенденции борются ну чем дальше что касается погона то ну тут вообще очень интересная история не буду пока обдаваться но погон был взят танковый погон башенный это карусельный карусельный погон вот карусели которые детские крутятся в этих ну когда-то были лунопарки сейчас парки аттракционов там и так далее так вот за основу танкового погона взят вот этот карусельный погон и на карусельном заводе когда-то делали в штатах начинали потом передали эту технологию советскому союзу в 30-е годы и карусельный завод делал погон для башен причем это применяется во многих не только в танках и в бронетранспортерах и в боевых машинах пехоты и в артиллерии погон башни вот этот вот такой вот подшипник это большущий подшипник и проблем с ним надежность очень высокая поверьте единственное если снаряд попадает между башней и корпусом в этот погон то там естественно защита не такая надежная вот и танк может быть поражен ну а в плане поломок или клина башни без механических повреждений этого не наблюдается работает очень быстро легко вращается потому что башня в основном как правило отбалансирована на этом погоне и поэтому вращается очень можно даже растопорив за ствол поворачивать башню башню танка следующий вопрос подскажите пожалуйста возможно предложен предложить предложено турецким политикам перемирия хотя бы локальное будет нам на руку просто потому что я сейчас вижу мы уступаем территорию еще в обороне и не и нелогичнее или будет накопить силы пока не убивает гражданское население как это было в Днепре дело в том что это категорически нельзя делать понимаете мы на сегодняшний день да мы теряем часть территории да мы отступаем но и при этом мы ведем мы получаем самый главный эффект мы изматываем противника мы не даем Российской Федерации возможность накопить свои резервы сегодня работает конвейер посмотрите цифру потерь которая растет с каждым днем сегодня уже даже больше чем батальон в сутки мы выбиваем из состава вооруженных сил Российской Федерации поэтому а теперь представьте приходит эшелон 700 человек привез бах и в этот же день 720 потери в личном составе ориентировочные потери дает наш генеральный штаб то есть в России конвейер если мы остановимся хоть на минуту хоть на минуту придет второй эшелон и если мы их не положим на поле боя то их уже станет полторы тысячи 700 в одном эшелоне 700 в другом эшелоне и потом когда их накопится большое количество то они пойдут наступление и нам придется их сдерживать у них в плане людских ресурсов у них преимущество поэтому мы никак не можем остановиться и уступить им вот этот паритет который мы сегодня создаем за счет за счет нанесения потерь противнику единственный наш шанс выстоять в этой войне это не останавливаясь молотить российскую армию с одной стороны а с другой стороны накапливать резервы в условиях вот такой интенсивной войны которая сегодня на некоторых оперативных направлениях развернулась мы и так с трудом держим паритет потому что российская федерация пытается на других направлениях там где боевая активность менее интенсивная тоже запорожское направление они пытаются накапливать резервы пытаются мы пытаемся их пролежать нашими хаймарс дальнобойными средствами огневого поражения но они все равно везут его туда все равно а теперь представьте если прекращение огня до завтра здесь орда будет 200 тысяч которые Путин где-то там готовит по территории России они завтра будут все здесь стоять и послезавтра они как это клином свиньей пойдут пойдут на нас на любом оперативном направлении поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться ни в коем случае как я поважаю это че встыгна Россия до весны на стильке насычитый фронт в войсковом и на запорожскому або и всех инших напрямках что мы просто не встыгнемо зробити атаку яку нам все пророкуют тем паче что за зиму орки також підготувались замінували поля вырыли багато линий окопів і такі інші збільші Но при этом надо обеспечить максимальное нанесение потерь российской армии. Вот то, что мы делаем сегодня. Мы максимально пытаемся выбивать личный состав, технику и вооружение из рядов вооруженных сил России. Вот при этом условии да. Я не думаю, что кто-то будет ждать. И Россия не будет ждать. Россия уже сегодня пытается... Видите, как они сделали? В двух словах не хочу рассказывать, чтобы глубоко вдаваться. Но они начали наступление и сейчас они уже не могут остановиться. Они пытаются наращивать усилия в наступательных действиях, что приводит к большим потерям. Так что мы сейчас, даже с учетом потери, частичной потери территории, мы сейчас в огромном преимуществе. Дуже трубое питание, чему мы дозволяем накопичиваться россиянам на запарижскому напрямку. Я думаю, что это тема накопления резервов, она волнует всех. Мы видим, что они пытаются перебрасывать войска, в том числе и на запорожское направление. Мы знаем, что вокруг Мелитополя они пытаются строить укрепрайон. Мы знаем, что они подтягивают часть резервов сюда, к Васильевке, к Токмаку, то есть к линии фронта поближе. И мы не позволяем. У нас ограниченные возможности в плане нанесения огневого поражения противника. Вот в чем главная наша проблема. Мы наносим огневое поражение, стараемся максимально и артиллерии, и авиации, насколько она может применяться дистанционно, не залетая на территорию противника. Потому что мы не можем залетать, у них довольно хорошо закрыто небо над войсками, и мы просто тогда потеряем авиацию. То есть, если бы нам дали самолеты западного образца, мы бы имели преимущество в воздухе. Но, к сожалению, нам пока такого удовольствия западные партнеры наши не предоставляют. Поэтому мы видим, что там накапливаются войска, и по мере возможностей своих мы максимально наносим им огневое поражение. Посмотрите, вот эти удары нашими реактивными системами залпового огня постоянно выводят из строя технику, личный состав. Там 100 человек минус, там 10-20 единиц техники, там 50 человек минус. Вот таким вот образом. Мы не даем им, ну, насколько можем, мы не даем им собраться в кучу, и не даем им подтянуть эти войска ближе к линии фронта. Вот что мы делаем, в том числе и на запорожском направлении. Такой интересный вопрос. Хочу налагать это выработанство мин для минометов. Предскажите, будь ласка, с чего початок? Дякую за цикавую информацию. Вам, для того, чтобы наладить производство мин для минометов, необходимо получить государственную лицензию на право производства вооружения и боеприпасов. Есть такой вид лицензии, ее выдает государство. Это государственная монополия. Без этой лицензии все ваши усилия будут напрасными. Так что, ну, насколько я знаю, монополия государства в Украине сохраняется до сих пор на вооружение и особенно на боеприпасы. Есть, правда, некоторые компании, которые, ну, на стрелковое оружие получили лицензию, а на крупные виды, на мины, там, на снаряды нет. Ну, попробуйте, попробуйте. Начните с лицензии. Будет лицензия, тогда у вас перед вами открыта широкая перспектива. Анализирую ситуацию, у меня вопрос. Ага, вот вопрос будет такой комплексный, длинный, ну, я постараюсь ответить на него поэтапно, как вот вы выводы делали, а в конце мы подведем с вами резюме. Первое. Окупанты хоть и дураки, потому что положили столько своих орков на поле боя, что учтя ударную силу наших войск и боевого духа украинского народа, а также помощь наших западных союзников, но они учатся воевать и учитывают свои ошибки. Мы же иногда недооцениваем врага. Да, вот в этом, кстати, есть наша проблема в том, что мы недооцениваем врага. Но, я не считаю, что это Россия, Россия не считает, вот судя по их поведению, Россия не считает, что это ошибка. Дело в том, что Путин, так же, как, опять же, мы возвращаемся к Сталину, да, Путин, так же, как и Сталин, не считается с потерями. Для него все равно, будет убито 100 человек или 1000 человек, абсолютно все равно. Он просто даст команду собрать еще 10 тысяч резервов, и пусть они все погибнут. Ему это не важно, они не считают это ошибкой, они считают это заслугой. Они считают, что они геройски погибли, сражаясь за Родину, как в годы Второй мировой войны, вот. Но выполнили за счет их гибели, они выполняют эту задачу. Одного убьют, второго, третьего, четвертого убьют, а пятый добежит до окопа. И вот этот пятый будет героем всей российской военной кампании. Вот так подход. Поэтому, в этом плане, это их не ошибка. Ошибка их в планировании и организации боевых действий. Вот тут они допускают ошибки. Ну, не будем им подсказывать, какие. А то, что мы, да, мы недооценивали, и даже это отметил наш главком, генерал Залужный, говоря о том, что все-таки мобилизацию им удалось провести первой волны, и они действительно набрали 300 тысяч, которые мы сейчас здесь начинаем встречать на поле боя. Далее, второе. Российской Федерации удалось навязать нам боевые действия на Бахмутском направлении. А тем временем они собирают новую ударную группировку. Ну, не на Бахмутском, я бы сказал, на Донецком направлении. Вот от Маринки до, фактически, до Солидара, вот этот вот большой кусок фронта, да, действительно им удалось навязать нам позиционную войну. И, причем, с их стороны она идет атакующего действия, а с нашей стороны мы вынуждены вести оборонительную войну. Вот. Пытаться удерживать наши позиции. Вот в этом плане, да, у них здесь, я считаю, что здесь у них есть преимущество. В плане того, что они навязывают нам порядок ведения или характер ведения боевых действий. Третье. Союзники дают нам вооружение понемногу с опаздыванием и ограниченного радиуса действия. А в победе большую роль играет логистика. Сейчас подойдет нам вооружение, которое мы бросим на защиту слабых участков фронта. Тем временем оккупанты кинут в бой новых чмобиков и нам снова будет туго. Даже 100 и 200 гаубиц это есть небольшое количество в этой войне. Нам нужно больше для перехода в наступление. Ну, да, я думаю, что вот главком тот минимум, который он назвал, если бы его дали сегодня и сейчас, это бы могло выровнять ситуацию. А может быть даже немного перетянуть их на нашу сторону. Но потом надо было бы еще раз повторить. Раза два, как минимум, в тех цифрах, которых называл наш главнокомандующий в интервью изданию The Economist. Следующее. Нельзя исключать удары по Украине баллистическими ракетами, против которых у нас нет защиты. А один комплекс Patriot или два большой погоды не сделают. Следовательно, будет продолжать еще больше страдать наша логистика, инфраструктура и население страны. Да, здесь я с вами полностью согласен, что количество, точнее комплекс Patriot в количестве двух штук не решит проблему закрытия нашего неба. И борьба... Ну, кстати, там же не только Patriot. Там и на Самсы могут бороться с баллистическими ракетами. Если они подвязаны под систему дальней радиолокационной разведки или спутниковую систему, и им будет своевременно поступать в режиме онлайн, поступать информация о пусках этих ракет, вот когда ракета засекается от точки пуска, тогда есть шансы ее сбить. Тогда противоракета успевает долететь до расчетной точки встречи, то есть точки перехвата этой ракеты. Если же ее засекают уже на траектории, то тогда звеняет и мы ничего сделать не можем. Ракета может нанести такой же ущерб, как вчера это было в Днепре, или точнее уже позавчера. Следующее. Беларусь при власти Лукашенко и эта страна является нашим врагом. Как бы Беларусь не относилась к этой войне, оттуда существует большая угроза нападения в ближайшем будущем. Или нанесения ракетных ударов, или нанесения ракетных ударов. А воевать на два фронта очень и очень сложно для Украины. Но скажу так, что Беларусь нет, тут не соглашусь с вами. Белорусская армия сегодня к войне готова, но к непродолжительной. Запасы белорусской армии сильно-сильно потрепаны. Их очень сильно проредила Российская Федерация. В этом плане для нас это позитивно, положительно, что им особо нечем воевать, поэтому вряд ли они. Но с другой стороны, Лукашенко создает сейчас на территории Беларуси частную военную компанию. Там даже, по-моему, две они создают. И эта частная военная компания, да, она там, имея численность 10-20 тысяч, может повлиять на линии фронта. Они могут, допустим, создать приграничный вооруженный конфликт на украинско-белорусской границе. Это для нас будет огромная проблема. Или они будут перевезены на Донбасс, допустим, и усилят российскую группировку войск. Так что вот таким вот образом Беларусь, скорее всего, откупится от участия в войне. Она даст своих военнослужащих и мобилизованных в частную компанию, которая будет воевать на стороне российских вооруженных сил. И шестое. Откуда оккупанты собираются воевать в долгу? Это нужно учитывать. Они надеются, что Украина и наши западные союзники дрогнут. Ибо чем дольше продолжается эта война, в которой Украине не будет удаваться побеждать враги, враги так рассчитывают, тем больше будет уставать западное сообщество. А там и новые выборы. Может что-то изменится. Если не будет видно конца войне, и что Украина победит, тогда нужно будет идти на переговоры, и можно будет застолбить захваченные территории. А это и есть промежуточная цель этой войны, которую можно будет преподнести электорату за победу. Имеется ввиду Путиным. Тем более, что Украине можно будет диктовать условия разружиться и не вступать в НАТО. А больше и не надо для победы нашему врагу над Украиной. Ну в принципе вы просто изложили точку зрения Российской Федерации. Дело в том, что Запад не может уже проиграть в этой войне. Нашими руками. Не может. Вплоть до того, что поверьте, если ситуация станет критической, и мы не сможем вытянуть противостояние с Российской Федерацией, то поверьте, что найдутся страны, в том числе и из состава НАТО, которые дадут нам свои войска. Точнее не нам дадут, а введут сюда свои войска, и это уже будет международная коалиция по борьбе с Российской Федерацией. Почему? Потому что от итогов этой войны, от того, кто победит в этой войне, в войне зависит дальнейшее мироустройство. Во всяком случае на европейском континенте. Ну скажу даже больше, в мире, в основном в мире, по итогам нашей войны будет создаваться новая мировая система. Новая мировая система безопасности. Новая мировая система распределения сфер влияния. Что самое главное. Понимаете? И эта новая мировая система не предусматривает участие Российской Федерации, как полноправного члена, допустим, государств высшей лиги. Или там на Олимпе геополитики. Нет, России там нет. Россия должна стать среднестатистическим государством на уровень стран второго или третьего мира. Вот что преследует цели войны. Поэтому Запад не устанет. Никак не устанет. Иначе завтра Запад будет вассалом Путина. Если Путин побеждает в этой войне, они получают нового Гитлера, с которым у них нет средств бороться. Ну и вывод. Так вот вопрос. Вот эти шесть пунктов я зачитал, прокомментировал. И теперь главный вопрос. Как нам победить в этой войне? При всех вышеперечисленных обстоятельствах. А победить нам в этой войне очень просто. Надо заставить быстрее переосмыслить ситуацию наших западных партнеров. Кстати, сейчас идет переломный момент в плане осознания руководителями западных стран, которые входят в антироссийскую коалицию, ну как в антигитлеровскую когда-то входили. Кстати, даже количество стран примерно одинаковое. Там было 53, здесь больше 50 уже. Заставить переосмыслить реалии сегодняшнего дня и не пожадничать вооружения. Все равно они нам его дадут. Вот смотрите, сначала давали только стрелковое оружие и противотанковые средства. Потом дали артиллерию, потому что была ситуация крайняя. Потом дали танки, да, советские, но их дали. Их больше 300 единиц пришло. А сейчас еще там должно подойти под сотню танков, которые нам Чехия передает сейчас парчи. Там 90 машин, по-моему, должны передать. Потом говорили, что нужны западные танки. Все, уже дают западные танки. Нужны боевые машины, боевые бронированные машины. Дают боевые бронированные машины. И поверьте, их количество будет постоянно нарастать. На следующие, на очереди, ну тут можно даже, знаете, как сделать предположение, что дадут раньше самолеты или ракеты. Или то и другое дадут одновременно. Но следующее за танками будут ракеты и самолеты. Поэтому дадут. Единственное, что с их бюрократической машиной, с их постановкой или организацией принятия стратегических решений, в том числе и в формате Рамштайн, они двигаются очень и очень медленно. Вот в чем проблема. Но на сегодняшний день, вы же посмотрите, как с декабря месяца, даже с декабря месяца ускорился процесс передачи на вооружение. И потихонечку номенклатура, что расширяется. Бронетранспортеры, колесные танки, потом гусеничные танки, сейчас уже стоит вопрос, еще подбрасывают артиллерию, ну а дальше пойдет уже, дальше пойдет больше. Ну что ж, мы на этом и вторую часть нашего видео ответа на вопросы тоже, наверное, закончим. И у нас с вами остается третья часть. Это пожелания, комментарии и приветствия, которые вы прислали. Итак, ну приветствий будет, наверное, очень мало, потому что ситуация с трагедией в Днепре очень и очень серьезная и не располагающая к пафосным поздравлениям и дифирамбам. Поэтому сегодня прозвучат следующие. Скорбим, соболезнуем Казахстан с вами. Видите, весь мир знает о нашей трагедии. Весь мир. И весь мир знает, и есть страны, которые знают, как нам быстро и эффективно помочь. Ну, к сожалению, пока не спешат. Здравствуйте. Насчет возросшей активности войск Российской Федерации. Это не совсем вооруженные силы в привычном понимании, как я понял. Сейчас частные компании приписывают к какой-то части, и они уже идут в составе этих частей. Их мотивация – это деньги. Они получают две кровавые зарплаты, в кавычках. Одну от Министерства обороны, другую от частной военной компании. Или их кураторов, олигархов. Об этом, в частности, были выпуски на канале «ГУЛАГУ.НЕТ». Там был слив про ЧВК «Редут». И его отношение к воинской части 28-337 номер 45-й бригаде специального назначения Министерства обороны Российской Федерации. Это почтовое отделение «Кубинка-1». Это Подмосковье, это элитные части там располагаются. Да, я с вами абсолютно согласен, что они мотивируют денег. Денег у них очень много. Поэтому считать их… Хорошо, что мы их не считаем. Как вот мы ракеты считаем, так и надо тоже прекратить их считать. Надо просто искать способы и средства и с ними бороться. Поэтому, да, за мотивация за деньги… Вот, кстати, это к вопросу об идеологии этой войны. Это одна из идеологий, что они понимают, что народ не будет воевать за те идеи, которые толкает сегодня российская пропаганда, ну, в той массе, в которой им надо. Поэтому они эту массу очень сильно разбавляют наемниками. Соболезную Днепру очень. Людей наших безумно жалко. Но как же… Но так же есть Ирпень, Бородянка, Изюм, Мариуполь, Харьков, Николаев, Херсон, Краматорск, Никополь, Кривой Рог, Киев, Кременчук. И села на линии огня. Все уничтожено и убиты люди. И этого мы не простим никогда. Надо помогать Днепрянам. Надо донатить спасибо за информацию. Да, я думаю, что день нашей перемоги – это будет день скорби и памяти по тем, кто погиб в этой войне. Причем как военнослужащим, так и гражданского населения. Ракетная атака по жилому дому в Днепре – шок и ужас. 30 человек вычеркнули из жизни меньше, чем за минуту. Более 30 раненых. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. Ребенок просто гулял неподалеку. Еще около 40 человек остаются под завалами. Если это не терроризм, то что тогда терроризм? Правильно сказала одна из наших телеведущих. Когда на Каширском шоссе был взорван подъезд многоэтажного жилого дома, шок был и в России, и в Украине. Теперь же всего через 23 года в Украине шок и слезы, а на РФ и танцы и восхваления в адрес российской террористической армии. Что с вами стало всего-то за 20 лет? Вы ведь уже не люди, вы даже не звери. Ведь зверь убивает только ради еды, но не ради удовольствия почувствовать себя ввершителем судеб. Вечная память погибшим, выжившим. Выжившим, родные наши, живите. Держитесь за жизнь, мы молимся за вас. Доброго вечера, витания из Днепра, дякую. Сегодня день мовчанья по загиблему нашему месту. Слава Украине, героям слава. Украина переможе. Та вистоять у цей войне. Латвия, скорбим, поддерживаем. Слава Украине, Днепр. Дякую из Магадана, молюсь за победу Украины, смерть фашизму. Весь Днепр в шоке от этой страшной трагедии. У людей сердца рвались, когда слышали эти крики о помощи из-под завалов. Не дай бог такое пережить. Сколько людей в душе, что жить с этим тяжело. Днепро. Нема слив. Нормальных точно нема. Скажу словами Оксаны Забушка. Людство має виблювати з себе Росію, щоб не загинути від отруєння злом. Вічна память загиблим днепрянам. Збройні сили України. Смерть врагам. Перемога только за нами. Привет из Николаева. Николаев Скарбит. Привет, пишу из Варшавы. Сам из Львова. Дякую за информацию. Так, тоже люблю чути слово «не дождетесь». А тут кажут подобное «усрамся, но не дамся». Это в Польше так есть. В знак солидарности подяка Польше за підтримку. Хочеться попросито звучити це в ефирі. Заздалаги дякую. Слава нашій рідній неньки Україні. Ну что ж, вот такие вот слова поддержки, слова скорби по трагедії в Днепре и другие ваши комментарии просвучали в третьем разделе нашего с вами видео. На этом я заканчиваю. Хочу закончить это видео. И благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, огромное... Кто еще не подписан, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине.